всем приветики мои дорогие сегодня хочу вам быстренько вам показать мои новиночки накопилось вот сколько вот всего которое приобрела недавно также некоторые мне подарили значит и первое вам покажу это вот такой вот анцидиум twinkle он меня на водичке стоит заказывала я его очень давно цветущим еще в январе но были очень морозы большие и мне его отправили вот только вот только недавно я расстроена и что я конечно же мне не смогла полюбоваться и понюхать эти прекрасные цветы которые пахнут конфетками и ванилию вот но но главное чтобы растение было здорово то есть у меня ничего не замерзло мне не все нормально мне прислали отослали вот у меня водички вот так у меня погружены корешки на самом самом дне у меня вода и ему нравится где-то у меня даже вот молодой ростик вот он пришел он ко мне бульбочки сморщенные такой какой-то весь как сморчок ну сейчас он немножко отходит адаптируется кустик неплохой большой довольно таки очень много бульбочек такой вот анцидиум twinkle красного цвета дальше следующие мои покупочки это был были вот такие вот это у нас шлюмбергер один красного цвета сортовичок это у нас белый шлюмбергер а это в таком маленьком стаканчике у меня рипсалидопсис белого цвета еще его называют пасхальным шлюмбергером то есть это у нас декабристы которые в декабре цветут а это у нас скоро скоро вот на пасху они зацветают и можете заметить что они отличаются по форме сегмента у декабриста они такие зазубринками а у рипса они вот такие вот округлые сегменты так что до 3 вот такие вот малюточки я их еще не пересаживала как-то я их оформлю может даже я их и посажу в одну кашпо чтобы место много не занимала посажу в одну кашпо и пусть себе живут я думаю что они друг другу мешать не будут вот такие вот а да кстати еще ко мне идет еще не дошел декабрист вариагатный мой такой классный такой диковинку я себе нашла вот пример я вставляю это мой малыш который ко мне идет жду его когда придет следующее я купила вот такой вот лимончик мера я нашла у себя в городе и долго искала на интернете вот и нашла и это черенок сортового растения и представляете этот черенок у меня уже недельки две наверное я его купила в районе 14 февраля и у меня он зацвел есть там бутончик то есть он выпустил бутон когда его принесла я была не уверена если там корни какая там корневая я его накрыла стаканчиком стаканчиком и тут есть две дырочки то есть стаканчики вентиляция на котором он дышит и у меня зацвел через две недели так что да будет у меня лимончик мера долго я его искала и долго я его хотела дальше я себе купила купила и уже подсадила в свои орхидеи дайвалию папоротник эпифитный это многолетнее неприхотливое растение папоротник комнатный который очень хорошо себя ведет в комнатных условиях очень он хорошо сочетается ну можно сказать они друзья товарищи эпифиты тропические растения не очень хорошо сочетается с орхидеями и я уже знакомлюсь с многими орхидееводами у которых свои теплицы вот мы общаемся отмениваемся опытом и я замечаю что многие подсаживают себе дайвалии именно в горшки ну это не только красиво и не только они там вот сочетается по уходу и содержанию по своему может быть даже у них произойдет какой-то полезный симбиоз то есть как известно у папоротника есть споры до которые он периодически высыпает может быть у них и с орхидеи коми примут именно произойдет какой-то полезный симбиоз и может быть эти споры до заменят грибы и микоризы даже может быть как-то так потому что я наблюдаю очень пышное цветение да именно там где растут папоротники одной женщины полностью в каждом горшке в каждом она насадила папоротников ну даже если там да ничего такого не произойдет это красиво вот я посадила также дайвалия посадила свою врединку вот эту вот папоротнику нравится я опрыскиваю вот такая ниша получилась мохом и добавила ложку торфа и ложку той земли в которую он приехал ко мне папоротник этот так что орхидеике получилось подкормочка до с торфа плюс папоротник и кстати я заметила она растит тончик посмотрим с чем это связано с переменной климата слажностью или же все-таки как-то влияет ее новый друг на нее также у меня появилось есть две вот такие вот азалии я их уже успела замульчировать корой пока что они адаптируются а пересаживать я их не буду такая вот она немножко помятая после пересылки очень красивая зая она вот такой степени нежная просто нас и цветы помятая вот а это азалия красная очень рада и там я подсадила ей барвинок вот эти вот зеленые лианки которые это барвинок они даже чем-то похоже по листочкам гляньте барвинок он такой почти огромный стелящийся неприхотливая тоже как бы ли она да она очень красиво цветет голубеньким немножко адаптируется за грунтом за влажностью я слежу в общем совсем я слежу уже начиталась меня проконсультировали и да надеюсь с этими азалиями у меня сложится то моя азалия к сожалению к сожалению она не выжила я ее поздно за нее я взялась так что да видите как как все не знаешь где как подгадать как пересадить азалии которые от заводчиков да вот которые с таким грунтом специальным же для зале хорошо посажены они не требуют сразу пересадки не должны адаптироваться наоборот они уже испытали стресс перемещение с одного до как бы условия содержания в другие а те азалии которые у нас в продаже в магазинах у них совсем другой субстрат там конечно производитель по старался чтобы цветочки долго не жили чтобы они да как бы у вас то есть первый полив автоматом уже перелив то есть там очень надо быть а да еще забыла вам показать да и сама еще не смотрела купила торф классман это для маминых фиалочек и добавлять куда-нибудь допустим в орхидеи тоже подсыпают торф очень им это нравится прям поверх коры я могу сыпануть ложку торфа допустим я так сделала своему стюрти она ему очень-очень понравилось и у нас конечно же такого не найти у нас вообще даже последнее время я перлит не могу найти то очень странно начинается рассада начинается посадки начинается посева в магазинах не найти перлита вермикулита ничего нет оббегала весь город я не знаю прям какая-то это конечно же я заказываю практически все на интернете решила попробовать этот торф его очень-очень хвалят вспомнили маме еще фиалочек и сейчас я посмотрю как он выглядит девочки его фасуют на рост и продают потому что там очень большие упаковки по 20 литров настолько не надо мне хотя бы на пробу сейчас я посмотрю как он выглядит сейчас я распакую вот так он выглядит пушистый пушистый очень пушистый но его надо наверное мешать или с песком или же лучше конечно с перлитом потому что перлит он отдает влагу потом ее постепенно отдает буду садить пробовать фиалочки также добавлять вот такие вот были покупочки я заказала 4 литра на пробу еще раз напишу как называется фирма кто уже сталкивался напишите боже какой он классный как пух как пушенка классный вообще ну я думаю им понравится блин на лапки желательно не ложить не мог не то есть лапки не закатываются они должны быть сверху там где папоротник буквально я добавила две чайные ложки я даже чуть-чуть добавила буквально на кончике чайной ложечки добавила водичку вот сюда вот будут какие-то питательные вещества там и конечно же это смягчает воду чтобы вы знали торф очень смягчает воду одна женщина у которой водоем во дворе которая выращивает нимфеи у нее там и золотые рыбки и другие растения она добавляет торфяные таблетки прям в свой прудик и она говорит вода стала намного мягче а также стала намного и прозрачней со временем вода она может мутнеть в прудике она закидывает что пару таблеточек торфяных и просто результат ошеломляет вода становится очень-очень прозрачной вот и растениям очень нравится это как бы да такая вот подкормка также очень смягчает воду торф то есть если вы хотите сделать очень мягкую воду можете взять бутылочку сыпануть торфом и это будет и как подкормка и будет очень-очень мягкая вода так вот такие вот были секретики вот такие были на веночке все артиана тоже подцеплю вообще это дело любит я уже на нем экспериментировал я ему закидывала по моему торф как для азалий идет потом при полине она панка получается попадает туда дальше и кстати он меня подрос такой красивый у него листик вылез класс когда я от него дождусь цветения не представляю это у меня природный вид это не гибрид который сейчас кругом везде продают надеюсь на это все всем спасибо за внимание с вами была ирина ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новое видео всем пока пока а и